Лизун Вот, она растягивается Ну, для родителей, наверное, приятного мало, но дети в восторге Вот Кстати, родители, уважаемые, если вдруг настиг вас стресс Взяли лизуна, помяли, хорошенько все, стресс вас отпустил Итак, с помощью чего же можно сделать такую игрушку? В нашем магазине, читай город, вы можете найти вот такой набор Называется он светящийся лизун привидения Также есть лизуны просто разноцветные И в состав этого набора входят все необходимые компоненты, которые потребуются для изготовления этой игрушки И сейчас я вам их продемонстрирую Открываем коробку И внутри находим первое Конечно же, инструкция, как нужно делать лизуна Далее Вот такие вот перчатки, медицинские, кстати, меры предосторожности лизуна И другие химические вещи нужно делать в перчатку Так, дальше что у нас здесь? Еще стаканчик Сейчас Вот стаканчик И вот такая вот палочка для мешания Палочка-мешалочка, назовем ее так Внутри в стаканах все необходимые компоненты Краситель светящийся, люминофор называется Глицерин, который тоже нам потребуется Сложное вещество, которое называется тетраборат натрия И вот такой порошок, который называется поливиниловый спирт Вот такие вот нехитрые приспособления сегодня нам потребуются Что же с ними делать дальше, сейчас я вам расскажу и покажу И прежде чем мы приступим к работе Мне хотелось бы рассказать о мерах предосторожности Уважаемые ребята Во-первых, советую делать лизуна вместе с родителями Набор предназначен для детей от 8 лет Это тоже очень важно, обратите на это внимание Работа с химическими реактивами, как я уже сказала Всегда должна происходить в перчатках, они входят в набор При работе с химическими реактивами не трогайте ваши глазки И не трите ручками лицо Если химическое средство попадет вам на личико или в глаза Будет не очень приятно Вот, и вроде бы я все сказала, можем начинать Первое, с чего хотелось бы начать Из чего нужно начать, это с поливинилового спирта Нужно изготовить из него раствор Для этого вам потребуется 300 мл горячей воды И вот этот вот порошок в нужном количестве уже в наборе имеется Мы уже его развели, потому что это очень длительный процесс Как разводить, давайте расскажу подробнее Итак, для того, чтобы правильно развести поливиниловый спирт Вам потребуется 300 мл горячей воды Емкость, например, банка, она не входит в набор На 0,5 или 1 литр объема Также порошок Вот он, поливиниловый спирт Вы просто добавляете содержимое этой баночки 300 мл горячей воды И перемешиваете, все время перемешиваете до полного растворения порошка Если этого не произошло И вода остыла, вода обязательно должна быть более 70 градусов по Цельсию Так вот, если вода остыла и порошок еще не растворился Вам поможет микроволновая печь Просто поставьте банку на 15-20 секунд в микроволновую печь Достаньте и снова перемешайте Тогда ваш раствор будет таким, как надо И порошок растворится полностью Так как у нас уже готов раствор поливинилового спирта Мы приступим к дальнейшим действиям Наденем перчатки Это первое, центральное и самое важное Когда я надеваю эти перчатки Я чувствую себя великим химиком На пороге величайшего открытия Ребята, вы должны испытать это чувство Так Это тоже не так легко, как кажется Надеть медицинские перчатки на ваши ручки И вторая Сложно, но можно Ура! Мы это сделали Итак, теперь мы берем глицерин Вот такая вот прозрачная жидкость Похожая на водичку, но она немножечко По густоте отличается от воды Открываем И добавляем треть баночки В мерный стаканчик Или вот в такой стаканчик Лучше вот в такой стаканчик, потому что мерный нам еще с вами пригодится Итак, что значит треть из этой баночки? Просто делите баночку на три части И треть одну Выливаете вот сюда Итак, мы добавили треть баночки глицерина в наш стакан Дальше сюда нужно добавить краситель Светящийся люминофор Чтобы у нас с вами получился как раз тот самый лизун-призрак Который будет светиться в темноте Для этого берем краситель Открываем Требуется совсем немного Буквально пару крупинок Смотрите, не переборщите А то будет сиять ваш лизун так, что Глаза резать будет ночью А ночью же надо спать Так, насыпаем Думаю, этого достаточно Берем палку-мешалку и размешиваем получившуюся смесь До однородной массы До однородной массы это значит, что просто глицерин должен полностью смешаться с люминофором Итак, у нас все получилось И приступаем к следующему этапу Итак, следующим этапом Нам нужно взять наш поливиниловый спирт Отмерить 100 мл в нашем мерном стакане Так, мерим Я, кстати, не сказала вам, уважаемые ребята Что нужно остудить раствор поливинилового спирта до комнатной температуры Горячим его нельзя использовать Так, у него ничего не получится Все свернется И лизун не будет такой, какой нам с вами нужно Липкий и приятный на ощупь Итак, 100 мл поливинилового спирта Добавляем в наш стакан с глицерином или люминофором Добавляем И перемешиваем Пока все просто Но если вдруг вам кажется, что это непросто Вы всегда можете попросить помощи у ваших мам и пап Бабушек и дедушек, они вам обязательно помогут И следующий этап в приготовлении нашего с вами лизуна Это приготовление раствора тетрабората натрия Очень сложное название Попрактикуйтесь Выговаривать его Тетраборат натрия Собственно, он является загустителем нашего с вами лизуна Как его правильно приготовить? Нужно взять 100 мл простой воды Можно холодной Высыпать содержимое баночки полностью В 100 мл воды и хорошенько размешать до полного растворения порошка Мы уже это сделали Вот здесь она у меня растворена Просто жидкость, ничего в ней примечательного нет Итак, мы налили 30 мл раствора тетрабората натрия Именно столько нам потребуется для того, чтобы наш с вами лизун загустел И превратился вот в такую вот массу Итак, берем тетраборат натрия И смешиваем с поливиниловым спиртом Ну что же, должно все получиться Сейчас все остатки, которые здесь есть Я помещу в наш стакан с поливиниловым спиртом Вы можете видеть, что уже тут какое-то желе появляется Дальше, ребята, от вас требуется хорошенько мешать Как маленькие миксеры вы должны мешать Раствор тетрабората натрия, поливинилового спирта, люминофора и глицерина Ну что ж, у нас происходит с вами загустение Уже не желе Вам еще не видно, а я уже вижу, что здесь у нас вот-вот рождается лизун Итак, ребята, если вы сделали все правильно и хорошенько перемешали наш состав То у вас обязательно должен получиться лизун Он уже загустел Это происходит очень быстро Сейчас я вам его покажу, достану его из стакана Так, па-ва-ва-ва Вот он Вот он наш лизун Готовый, прозрачного цвета Для того, чтобы он начал светиться Как и обещано на коробке Его нужно зарядить солнечным светом Просто поставьте его на окошко Вот в таком виде А вечером выключите свет и посмотрите, как он будет сиять Это все очень быстро и просто Как вы уже могли заметить А получается вот такая интересная игрушка И можете почувствовать себя настоящими химиками Поэтому берите маму и папу Ведите их в магазин «Читай город» И ищите там на полках вот такого светящегося лизуна-привидения И делайте его дома сами, своими руками С вами была я, Аня Ставьте лайки Пока-пока